В Доме правительства Московской области происходят все ключевые события, непосредственным образом влияющие на развитие региона. В начале года губернатор Андрей Воробьев выступает с ежегодным посланием к населению Подмосковья. Конец года – время подведения итогов, какие муниципалитеты стали лидерами. Все результаты озвучиваются в рамках заседания Высшего совета Московской области. Это без преувеличения главное событие года в Московской области. Именно здесь становится понятно, в каких муниципалитетах достигли самых высоких результатов. Анализируются абсолютно все направления. Перед началом заседания руководитель региона обратился к приглашенным. Я сразу хочу сказать слова благодарности всем, кто принял нашу идеологию, наши принципы, кто получает удовольствие от работы на результат, от своих маленьких и больших достижений. Но самое главное от того, что может поменять качество жизни в веренной ему территории. Это и маленький городок, и небольшой населенный пункт, сельская территория, неважно. Если мы находимся во власти, то значит мы должны, мы претендуем на то, что мы умеем решать проблемы. Подведение итогов премии «Прорыв года» происходит в торжественной обстановке. Главы районов и округов Подмосковья получают награды. В этом году это изящная композиция из камней и металла, из рук губернатора Андрея Воробьева. Руководитель городского округа Мутищи Виктор Азаров также в числе награжденных. В 2018 году наш округ стал лидером в отраслевой номинации по безопасности дорожного движения. У нас реально большое сокращение аварийности на дорогах. Это, безусловно, связано и с качеством дорог, и с ремонтом. Такая большая работа на протяжении нескольких лет, которая делается по дорогам, она приносит результат ощутимый. Прежде всего, это безопасность наших пешеходов, наших жителей. Конечно, повлияла на этот результат в том числе и масштабная работа по ремонту дорог. В Мутищах на эти цели было направлено более 1 миллиарда рублей. Хорошие показатели достигнуты и в рейтинге 50. Среди 67 муниципальных образований наш округ расположился на 11 месте. У нас очень убедительно, традиционно выступает социальная политика, это образование. Очень хорошо мы в этом году поработали по земельно-имущественному блоку. Есть еще отставания по некоторым направлениям. Но мы их знаем, будем работать, будем поправлять. Особенно радует, по словам Виктора Азарова, тенденция последних лет. Два года назад в Мутище занимали 13 место, в прошлом – 12 место. Развитие очевидно. Мы смотримся очень неплохо. Мы хорошую позицию, стабильную позицию занимаем. Самое главное, и то, что говорил губернатор, что основная работа чиновников, всей власти, исполнительная и законодательная должна быть направлена на то, чтобы человеку стало жить лучше, чтобы он почувствовал эти улучшения. Поэтому я желаю нам всем, чтобы мы эти улучшения почувствовали и буду работать над этим обязательно, как депутат и представитель городского округа в Государственной Думе. Также в этот день в Доме правительства подвели итоги работы в социальной сфере. Городской округ Мутищи признан лидером в номинации «За качество образования» по итогам 2018 года. На сегодняшний день в муниципалитете активно ликвидируется вторая смена в школах. Ученики, в свою очередь, радуют успехами и прославляют наш округ на всю страну. В Мутищах 61 именной стипендиат губернатора Московской области, 9 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 162 выпускника награждены медалями Министерства образования и науки, а 28 выпускников получили стобальные результаты по ЕГЭ. В 2018 году в Мутищах завершается строительство школы номер 34 и пристройки к лицею номер 23. Анна Мусоликина, Константин Химичев, информационная программа «День».